Коллеги, заключая сегодняшнюю конференцию, я бы хотел сказать, что наша цель, уже не один год мы пытаемся составить наши повестки так, чтобы вызвать какую-либо дискуссию в зале. К великому сожалению, уже в течение всего этого времени, добиться этого мы не можем. В силу чего я не знаю, но, наверное, я понимаю где-то в силу чего, потому что, ну, сегодня, конечно, тема теоретически сложная, она тяжелая, немногие этим занимаются, и, конечно, вызвать дискуссию, когда интерес может быть в большей степени чисто теоретически, крайне сложно. Но почему мы хотим дискуссию? Мы дискуссию хотим потому, что у нас совершенно полное безобразие с состоянием онкологической заболеваемости, выживаемости в нашем регионе и городе. Мы занимаем, наверное, даже если в списке Российской Федерации посмотреть, далеко не первые места по уровню выживаемости, в том числе и рака пристательной железы, и рака мочевого пузыря, и рака почки. Если по поводу рака почки несколько лучше может быть ситуация, то по поводу рака пристательной железы ситуация совершенно безобразная. И поэтому попытки вызвать обратный ответ от аудитории, это то, чего мы очень бы хотели, и мы надеемся, что именно тогда, когда появится, мне так кажется, ответ, тогда и начнут происходить изменения с общей ситуацией и в нашем регионе, и в нашем городе. И этого очень бы хотелось. Мы на сегодняшний день тот регион, в котором до сих пор нет никакой ранней программы раннего выявления рака пристательной железы. Несмотря на то, что есть ряд, может быть, менее значимых регионов, где это активно работает, где показано, что это и в Российской Федерации дает совершенно поразительные эффекты, увеличивая именно раннюю заболеваемость. И дает возможности раннего лечения этих пациентов. По поводу рака мочевого пузыря, вот мы сегодня уже много раз говорили, что несмотря на то, что, в общем-то, казалось бы, локализация, которую можно тоже в абсолютном большинстве выявлять на ранних стадиях, и адекватно лечить, и добиваться, в общем-то, приличных результатов в лечении, мы на сегодняшний день выполняем исключительно паллиативные цистоктомии. Никакого разговора о радикальных цистоктомиях мы на сегодняшний день вести не можем. У нас все больные получают, еще раз повторяю, паллиативное лечение, потому что мы их так лечим и поздно выявляем. Мы абсолютно не представляем, что такое карцинома ин-ситу. Мы полностью проваливаемся. Если посмотреть американскую статистику, у них первых стадий 25%, а еще 50% – это стадии, первые стадии с карциномой ин-ситу. Посмотрите на нашу статистику, там вообще нет никакого упоминания о карциноме ин-ситу. Они не знают ни морфологи, ни врачи, а на ее наличие или отсутствие категорически меняет тактику лечения этих пациентов. И при первых же рецидивах на фоне внутрепузырного лечения при наличии карцинома ин-ситу мы должны предлагать этим больным более агрессивное лечение. И тогда им не потребуется ни первая линия химиотерапии, ни вторая линия химиотерапии, о которой я буду сегодняшний день говорить. К великому сожалению для этой категории больных мы имеем весьма ограниченный арсенал химиотерапии. И в общем-то далеко не высокоэффективный. Не более 50% отвечает на лечение этих больных, а в запущенных стадиях и того меньше. Те стандарты, о которых мы уже сегодня слышали, основными являются, конечно, режимы, содержащие цесплатину. Те пациенты, кому в силу скомпрометированной функции почек нельзя проводить цесплатину, а таких 50%. То есть 50% больных, которые подходят к рубежу химиотерапии, не могут получить более эффективный метод лечения. В силу того, что у них есть уже нарушение почечной функции. Опять же, в силу тех причин, о которых мы уже говорили, не вовремя начатое радикальное лечение, не вовремя выполненная операция, нарушение функции почек. В том числе за счет прогрессирования пилонефрита и за счет различных абтурационных проблем. Те, кто не может, естественно, получают карбоплатин, но мы уже видели, что эффективность карбоплатина все-таки ниже, чем режимов с цесплатиной. До 2009 года после гемцитабина с цесплатиной или МВАКа, или карбоплатина у тех, кому нельзя было проводить эти режимы, был полный вакуум. По сути, у нас не было вариантов лечения. И, конечно же, было много различных работ с небольшим, может быть, даже числом пациентов. Различные схемы, как в монорежиме, так и в различных комбинациях, но, к сожалению, эффективности они не показали. И здесь мне очень хотелось бы отметить, что могли ли мы тогда в этой повседневной практике проводить еще какое-нибудь лечение после прогрессирования на первой линии. Я хотел бы, чтобы все поняли, мы не можем его проводить, потому что мы не знаем результатов применения какого бы то ни было химиопрепарата. И нам кажется, что мы несем пациенту при этом благо, и мы даже, может быть, видим какие-то частичные ответы на своих клинических примерах, но при этом, на самом деле, при серьезном исследовании, скорее всего, мы не получим эффективности, либо получим низкую эффективность этого препарата, либо получим крайне высокую токсичность, которая перечеркнет все наши эффекты. Поэтому до 2009 года мы могли проводить какое-либо дополнительное лечение, кроме симптоматической, конечно, терапии, только в рамках клинических исследований. На сегодняшний день, с 2009 года, у нас появился препарат Вифлуин, который показал свою эффективность у пациентов, кто имел рецидив и прогрессирование заболевания после химиотерапии на основе с платиной карбоплотином. Это препарат, который был получен из цветка Барвинка за счет того, что с достаточно сложным технологическим процессом эти гликозиты были насыщены двумя атомами фтора, достаточно сложная химическая реакция, требующая соблюдения высококислотных технологических процессов. Но в результате получается достаточно стойкое соединение, которое способно вмешиваться в функцию тубулина. И мы прекрасно знаем по опыту ракопрестательной железы, где работает таксан одним из путей, который является стабилизация как ракометра трубочек. То винкоалкалоиды, к которым и относится, вифлуин, он как раз дестабилизирует микротрубочки, тем самым нарушает процессы метоза. И вот этот динамический блок микротрубочек веретина является как раз новым противоопухолевым эффектом при раке предстательной железы, который показал свою эффективность. Первые эффекты были показаны и обнадеживающие результаты в двух исследованиях второй фазы, которые одно было проведено в Европе, второе в Соединенных Штатах Америки, где, в общем-то, были показаны определенные преимущества и приемлемая токсичность предлагаемых режимов и отработанные, естественно, режимы применения данного препарата. Так как были получены эти данные, было проведено рандомизированное исследование третьей фазы, вот с таким дизайном. Одна группа пациентов получала вифлуин и симптоматическую дотерапию до прогрессирования, и вторая получала только симптоматическую терапию, опять же, до прогрессирования. Было получено, что в группе пациентов, которые получали вифлуин, выживаемость, медиана общей выживаемости была достоверно лучше у пациентов по сравнению только с симптоматической терапией, но это касалось только пациентов тех, которые наиболее подходили под критерии отбора данного исследования. При более длительных сроках наблюдения за этими пациентами в течение 3,5 месяца также была показана уже эффективность и достоверное различие как в общей группе пациентов на 2,3 месяца, так и тех пациентов, которые более объективно подходили под критерии отбора 2,6 месяца со снижением риска смерти на 23%. Таким образом, препарат на сегодняшний день единственный препарат, который во второй линии показал свою эффективность в отношении онкологических результатов лечения этих больных. Еще один факт, который, в общем-то, немаловажен, то, что высокие показатели выживаемости более 40 месяцев были только в той группе пациентов, которые получали вифлуин, в группе же получающих только симптоматическую терапию, такие показатели выживаемости отсутствовали. По вторичным точкам, которые оценивались в этом рандомизированном исследовании, также было преимущество в пользу вифлуина. В отношении токсичности, конечно, этот препарат непростой, тем более надо понимать, что те пациенты, которые приходят ко второй линии химиотерапии при раке мочевого пузыря, они ослаблены, они уже изначально имеют определенные гематологические нарушения, и, конечно, достаточно большой спектр как общей токсичности, так и желудочно-кишечной токсичности, и нейропатия может быть, но основные проблемы, конечно, связаны с гематологической токсичностью. Общая анемия суммарно по всем стадиям составила 93%, а в третьей и четвертой практически у 20% пациентов. Это говорит о том, что, конечно, клинические анализы крови у пациентов как перед началом лечения, так и в процессе лечения должны оцениваться регулярно и при необходимости приниматься соответствующим стандартам лечения. На сегодняшний день препарат прошел не только третью фазу клинического исследования, но и в трех странах проведено три исследования так называемого программы расширенного доступа. По сути, это использование препаратов в широкой клинической практике, то есть та естественная ситуация, с которой и сталкивается врач обычного приема, в частности, химиотерапевт. Это испанский опыт, французский опыт и немецкий опыт. При этом, если испанский и французский опыт – это были ретроспективные оценки результатов, то опыт немецкий – это были перспективные результаты, и можно сразу заметить, что результаты были несколько хуже. Это как раз к тому, что без основательной доказательной базы нельзя использовать препараты. Если мы берем исследования, которые на сегодняшний день не совсем отвечают тем требованиям доказательной медицины, которые мы на сегодняшний день пользуемся, то результаты могут быть значительно лучше по сравнению с теми, которые будут достигнуты в соответствующих правильно проведенных исследованиях. Было показано также, что независимо от того, какие препараты или какие схемы цисплатинно-содержащих препаратов или препаратов карбоплатины принимают пациенты в первой линии, и Вифлуин будет оказывать одинаковое эффективное лечение, еще раз говорю, независимо от тех схем, которые применяются в первой линии, что также делает его препаратом выбора, ну и на сегодняшний день единственным препаратом, который может дать эффект у этой группы пациентов. Крайне интересно, что этот препарат также стали пытаться использовать и в первой линии терапии, так как все-таки, наверное, нас не до конца устраивают результаты лечения первой линии. На сегодняшний день есть, в общем-то, обнадеживающие тоже результаты, однако еще окончательных результатов на сегодняшний день не опубликовано. Ну и закончить я хотел тем, что, несмотря на то, что пациенты в первой линии получали определенную терапию, ряд из них переходили в другие клинические исследования, различные протоколы и получали другой вид терапии с определенными, естественно, на сегодняшний день доказанными эффектами. То есть, наверное, мы получим в каком-то скором времени, возможно, и третью линию лечения этого заболевания, но пока на сегодняшний день у нас есть возможность первой линии препаратами на основе цисплатины и второй линии с использованием винкоалковоидов, в частности, винфлуина. И мне кажется, это, в общем-то, достаточно печальная такая нота, потому что резервы лекарственного лечения у этих больных небольшие, при всем при том, что мы до конца, на сегодняшний день, еще раз повторю, не реализовываем те возможности хирургического лечения, правильного хирургического лечения этих пациентов на всех этапах, начиная с первичной диагностики, первичного образования, когда выполняется трансуртральная резекция, потом не проводится немедленное введение, например, химиопрепарата или не проводится пациентов с плохим прогнозом БЦЖ-терапия. И, естественно, затем затягивается. Мы сегодня видели пациента, которому проводилась и после прогрессирования опять местная терапия, и к чему это приводит? К тому, что, естественно, результаты и последующего лечения будут намного хуже. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, я думаю, что вопросов просто не будет. По опыту, практически, применения этого препарата особого нет. Я только, по-моему, в ЦНИРе. Поэтому, хочется сказать, что, да, надо признать, что хирурги не боги. Поэтому, к сожалению, может быть, нам действительно нужна помощь наших коллег-химиотерапевтов, лучевых терапевтов. И мы хотим дружить с вами. И надеемся, что дальнейшее сотрудничество, ваше широкое использование, участие в лечении этой тяжелой категории больных будет успешным. Спасибо всем за внимание, за участие, за то, что вы нашли время быть на этой конференции. Спасибо.